всем привет сразу хочу поблагодарить всех тех кто оказывает поддержку данному каналу и огромное спасибо всем тем кто пишет комментарии под этими вот самыми роликами мне очень интересно все это читать чем дальше тем интересней вы меня измучили абсолютно потому что у меня все меньше и меньше хватает времени на работу если не будет работы я не смогу ничего записывать никаких роликов я буду лежать на диване читать книги потому что сил не будет больше ни на что что нет работы нет денег нечего есть ничего есть нет сил значит лежит читает чехова вот и очень хорошо это прекрасная замечательная жизнь один мой хороший знакомый говорил когда-то что работать вообще плохо по одной простой причине от работы человек устает уставать нехорошо но это шутка конечно я все время работаю все время что происходит все что делается и вот что я хочу сказать многочисленных комментариях я читаю что что-то все одно старье одно старье одно старье надо музыку новую модную ну во первых у меня очень много новой музыки в роликах достаточно посмотреть плейлисты там 260 по моему уже на сегодняшний день и там да достаточно много и нового и среднего и старого и и совсем старого но это если придержится хронологии а мое глубокое убеждение состоит в том что у музыки вообще нет возраста так же как урок музыкантов настоящих нет возраста а уж у музыки и подавно ну я не знаю бетховен это старье или моцарт это старье или там утесов не знаю ну конечно скажу за старье 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 какое-то отношение такое если старье 19 века это не старье это классика типа если музыка пятидесятых годов прошлого века это старье но это недостаток это недостаток я не буду говорить какой нету никакого возраста в музыке и нет никакого старья никакого новья ничего такого даже близко нет музыка одна она существует вся и сразу сама по себе вне зависимости от нас вообще стою смешно ну так вот а старье я хочу сказать а старой старой группе первый альбом который вышел в 2005 году вот это вот пластиночка lcd sound system называется она 2005 я не ошибаюсь да не ошибаюсь я ее услышал ну наверное не в 2005 наверное 2006 первый раз я услышал так у меня был на компакт диске совсем недавно купил виниловые пластинки но в года четыре назад наверное так вот и когда я услышал в 2006 году этот альбом lcd sound system который так и называется lcd sound system американская группа джеймс мёрфи главное действующее лицо данного коллектива и мне голову снесло абсолютно просто вообще ничего себе ничего не знал про эту группу случайно мне попался компакт диска послушал думаю вот это да вот это круто а потом уже я стал читать искать что то такое и и последнее время ну что то все же все какая информация попадается и не то что последнее время тогда еще давно я вычитал что это одна из самых значимых групп наверное нулевых годов и этой же позиции придерживаются и современной критики что это одна из самых значимых американских групп нулевых и десятых уже потому что мы переехали в десятые потом я до этого дойду многие удивятся наверно потому что у каждого слушателя конечно у каждого из тех кто смотрит эти ролики своя главная группа нулевых годов безусловно у кого-то это там одно у другого другое не буду называть имен но и скажут господи lcd sound system это какая-то дискотня это какая-то вообще какой-то хаос какой-то непонятно что какая-то попсятина ни то ни другое не 3 не 4 не 5 не 10 это очень крутая музыка действительно но другое дело что хотя вот как вот мне сказать хотел сказать для тех кто любит например там хэви-метал это не пойдет а я например обожаю группу сепультура это одна из групп которые у меня стоят в золотом фонде на полке вот я люблю металл или там хардкор или там как хотите называть тяжелую музыку мастодон я очень люблю да поэтому я не знаю я не знаю для кого это покажется попсой я не знаю да ради бога пусть покажется хуже от этого музыка не станет ну а охарактеризовать может может как характеризуем музыку методом сравнения только с чем-то до других инструментов у нас нет но с чем-то все равно сравниваем например скажу что здесь много заимствований в этой музыке много много да я сразу скажу много меня это вообще не смущает никак не 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 ни на секунду не смущает заимствование нужно что такое beatles моя любимая группа да это я могу сказать что это коктейли с чака бери шопена шуберта и английских народных баллад при этом это абсолютно самодостаточная приз самодостаточная вещь абсолютно своя ни на что не похожая самоценная и великая то же самое с lcd sound system можно сказать что это коктейль из дэвида боу из семидесятых годов из брайана и на всех периодов из токен хэтс всех периодов из группы кэн всех периодов и из шума нью-йоркского трафика нью-йоркской подземки нью-йоркской толпы нью-йоркских ночных клубов а также калифорнийских ночных клубов а также ленинградских ночных клубов санкт-петербургских и московских это городская музыка не для молодежи и не для пожилого возраста это просто музыка это просто музыка отражение действительности такой какая она есть даже сейчас ну я уже сказал да назвал уже токен хэтс назвал уже дэвида воуви то есть понятно в какую сторону идет крен но и не совсем так потому что первый вот вот первая вещь меня сразу просто убила дафт панк из play in my house на 1 такой бит простите за выражение бит идет бит очень лаконично все очень здорово синтезатор голос мэрфи интонационно где-то чуть-чуть местами похожий на бирна но не похожий интонационно где-то в ту сторону движется с криками с африканскими вот этими вот еще не дошли до перкуссии еще идет барабан чистый живая музыка на самом деле при всем обилие синтезаторов при всем обилие электронных всяких приспособлений живой состав везде на всех альбомах живые барабаны бас гитара ну и клавиши разнообразные голос мэрфи конечно безумный совершенно и вот этот самый дафт вам дафт панк из play in my house вырубает напрочь просто сначала лаконично как всегда как я люблю сначала тихо потом громко сначала лаконично потом вступает мой любимый звук мой любимый тембр это когда гитара играется за струнодержателем вот такой вот этот не флажолетные а такой искусственный такой струнный звук который больше похож на перкуссию нежели на звучание гитары очень-очень крови он создает такое напряжение дикое так просто на тебя это наваливается штука ну и потом в руб конечно потом все врубается с синтезатором синтезатор такой аналоговый звук напоминает звучание синтезаторов human league на альбоме да да точнее я очень люблю и дальше пошла ту матч лав все в темпе все в темпе все качает все летит хотя тумач лав она более лирическая но все равно такая вот вперед после этого трибулей шанс это уже какой-то чистый панк-рок друг гитарный начинается при этом все остается в структуре заданной первой песней дафт панк из play in my house все в структуре современной противно греть клубной музыки никакая не клубная музыка это просто музыка она может в клубе звучать может и дома звучать у меня дома с большим удовольствием ее слушаю и даже не танцую процитирую одного критика который сказал следующее что это танцевальная музыка которая на самом деле не для танцев а для мозга это действительно музыка для мозга мне даже и представить танцполе сложно потому что она минорная она тяжелая не в смысле перегруженных гитар хотя гитара здесь хрустят и воют будь здоров как но это не hard просто она тяжелая сама по себе по настроению по всего movement а я перепутал это мой movement зверская вещь на tribulations тоже на тебе будь здоров какая но главнейшая фишка конечно первая на второй стороне он репит это просто надо слушать это такой навал есть можно сравнить с песней xdc complicated game то есть навал какого-то ужаса она длинная и начинается просто он любит и опять гитара вот это за струнодержателем и опять синтезаторы бешеный врук синтезаторный и и какой-то одного какого-то кошмара просто городского вот этого индустриального кошмара trills диска infiltrator и great release финал какой-то такой улетающий чисто ясное небо дым труб развеялся и мы наконец вздохнули свежего воздуха sound of silver у меня нет пластинки говорят она хорошая я ее не слышал или слышал мы забыл потому что очень много всего проходит у меня сразу появилась вот эта штука десятого года this is happening это третий альбом среди самым system хотя у них еще была инструментальная такая штучка которая не считается вроде бы номерным альбомом но тем не менее в дискографию входит но это ничего потому что первая вещь dance yourself clear dance yourself clear она еще и лучше чем даже перед на первом альбоме произведения вообще они идут по нарастающей все идет здесь по нарастающей в смысле альбомов каждый следующий альбом лучше предыдущего но мне так кажется хотя лучше этого казалось бы уже ничего сделать невозможно это действительно откровение но тут все дела продолжаются все так же здорово как и на первом альбоме one touch качалова all i want очень интересная песня она безумно похоже на песню давидового и heroes вот просто просто очень похожа но сделано по-другому и ничего страшного этого я тоже не вижу потому что все мы знаем огромное количество песен знаменитых рок-групп которые похожи на песни других знаменитых рок-групп начиная с любимейшей народом песни child in time которая очень похожа на песню группы beat it's a beautiful day например не то что похожи а просто один в один как бы так целиком без дураков и ничего никто не 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 туда не сюда не не это не вятая не десятая право деприл я уже и не говорил группа spirit песня taurus и проще и проще и проще и проще а уж там все остальное надергано друг у друга будь здоров как ничего страшного очень хороший альбом рекомендую его изо всей силы всем в одиннадцатом году после выхода этого альбома группа распалась хотя имела бешеный успех в 2011 году был последний концерт грандиозный с огромным количеством публики группа распалась джеймса мерфи не то чтобы надоело он стал искать какие-то другие творческие свои пути творческий человек он действительно творческий потому что замечательные мелодии очень интересно он поет очень хорошие мелодии и очень с большой фантазией все аранжировано очень современно с огромной фантазии несмотря на что похоже да я словно брайана и на на кэн на боу и там т т т т но попробуй собери этот пазл чтобы это все зазвучало естественно чтобы не было такого прямого надерганного цитирования было самодостаточное появилось тем не менее после распада они собрались в семнадцать шестнадцатом году начали записывать и в семнадцатом вышел этот альбом american dream очень странная вещь но настолько хорошая как я уже говорил каждый альбом лучше предыдущего если я уже приводил фразу а я ее приводил до что эта музыка не для танцев и для мозга вот это для мозга точно хотя форма вроде бы танцевальная но это настолько тревожная печальная злая сильная агрессивная и хочется сказать депрессивная но она не депрессивная она просто тревожная она является отражением того что в общем то уже наступила практически у нас в мире художник чувствует время и он прекрасно это время почувствовал и в этой вещи american dream просто послушайте ее внимательно она легкая да все в бите все вот так вот синтезаторы все но она настолько глубокая что можно сравнить ее с самыми глубокими произведениями рок-музыки глубокими философскими прочувственными и смотрящими в будущее очень тонкая штука очень советую lcd sound system как я уже говорил одна из самых значимых групп нулевых и десятых пошел пить да пока